Мини-футбол – любимая миллионами игра, в которой наша сборная добилась больших высот. Главный трофей чемпионата Европы – цель российской команды. Одержать победу в этих соревнованиях национальной сборной удалось в 1999 году, и сегодня спортсмены стремятся повторить триумф. Стартовал групповой этап Евро-2022. В группе 2 помимо нашей сборной выступают команды Грузии и Франции, а также Армении, с которой состоялся стартовый матч. Местом его проведения стал универсальный спорткомплекс Подмосковья. К сожалению, из-за ограничений матч прошел без зрителей. С самого начала встречи была видна разница в классе. Гостям пришлось в основном обороняться. Первую контратаку команда Армении совершила лишь на девятой минуте, и в целом на протяжении всего первого тайма преимущество было у хозяев. Пока хватало сил, футболисты сборной Армении успешно оборонялись. Счет был открыт на одиннадцатой минуте. Даниил Давыдов забил первый гол, но на этом сборная России не остановила прессинг и отправила второй мяч в ворота соперника спустя считанные секунды. А в конце тайма Иван Чешкало пробил правый нижний угол. Так, первая половина игры завершилась со счетом 3-0, и после перерыва чуда не случилось. Наша команда доминировала на протяжении всего второго тайма. Не прошло и трех минут, как очередной мяч оказался в воротах гостей, а дальше больше. Спустя минуту еще один гол, и еще один от Руслана Кудзиева уже на 36-й минуте матча. В общем, не оставили шансов, разгромили со счетом 6-0. Сборные России и Армении впервые сыграли между собой, и именно в Щелково, для которого мини-футбол занимает отдельную страницу спортивной истории. Команда «Спартак» Щелково – обладатель Кубка России по мини-футболу 2005 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата России. В годы своего существования клуб входил в число отечественных лидеров этой игры. Игроки выступали и за национальную сборную, пополняя копилку достижений команды, медалями международных соревнований, добивались самых престижных футбольных наград. Сборная России по мини-футболу на данный момент является лидером в группе 2 отборочного этапа Евро-2022. Ранее состоялся матч между командами Франции и Грузии, который завершился ничьей 4-4. В целом, в третьем этапе отбора на чемпионат участвуют 32 команды. Восемь победителей из каждой группы получат путевку для участия в финальной стадии соревнований. А командам, занявшим второе место, придется побороться за то, чтобы поехать в Нидерланды в 2022 году. Шанс показать свое мастерство есть и у нашей сборной. Кстати, после победной игры в универсальном спорткомплексе Подмосковья команда России поднялась на одну строчку рейтинга и сегодня занимает второе место.